К нам присоединяется Ростислав Мурзагулов, российский политтехнолог и экс-председатель Общественной палаты Башкортостана. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, коллеги Радвич. Это взаимно. Поговорим в первую очередь о бюджете. Это самая обсуждаемая тема последних дней. Много говорили и шутили об увеличении налогов и количества штрафов, о росте расходов на войну, о том, что Путин и его команда будут больше зарабатывать на 25%. Но вчера, видимо, почитав, что пишут в интернете, пресс-служба Мишустина спустила всем СМИ, всем пропагандистам темник по освещению нового бюджета. Ну а как думаете, как они будут объяснять этот откровенно спорный документ, например, при обсуждении повышения акцизов на продукты с сахаром? Это выдержка из этого темника. Рекомендуется говорить гражданам, что это упор на заботу о их здоровье. Вы знаете, это тяжело назвать упором на заботу о здоровье, когда 200 тысяч человек положили в сырую землю. Но, в общем, здесь, вы знаете, давно уже совершенно живут разными жизнями российские элиты, в том числе и упомянутый вами Мишустин, и, в общем-то, все остальные российские жители, поскольку они не соприкасаются в плане влияния друг на друга. Поэтому, строго говоря, Мишустин может говорить все, что угодно. Мишустинские СМИ, ну, точнее, на самом деле, конечно, управляются они из Кремля и не при службе Мишустина, а Песковым и Громовым. Ну, вот эти вот СМИ государственные российские, они могут говорить все, что угодно, они никак не связаны с населением. Собственно, и в этом-то основная проблема заключается. То есть это все параллельные миры, и поэтому, понимаете, верхи не могут, ни за них хотят, но при этом они друг до друга не могут докричаться, и, соответственно, поэтому в России происходит все то, что происходит. И никто этому не может особенно возразить. Ну, и, действительно, еще по поводу бюджета. Россияне живут, мы все видим эти видео и фото в интернете, в, ну, не очень хороших бытовых условиях. Там где-то дома еще деревянные, они разваливаются, люди ходят на улицу в туалет, гнилые стены, плесень и так далее. Но при этом это жилье, естественно, является аварийным. И вот Минстрой России выступил за то, чтобы ужесточить правила расселения людей из этих аварийных домов. Например, ведомство предлагает сократить компенсацию за ветхую жилплощадь и обязать граждан доплачивать, если в случае предоставления новой квартиры, стоимость которой превышает сумму возмещения. Это тоже из-за того, что в бюджете не хватает денег? Такой вынужденный шаг? Ну, конечно, на самом деле денег в бюджете не хватало на ЖКХ еще тогда, когда Путин не вел эту безумную войну. Я же, в общем-то, был одним из идеологов реформы ЖКХ российской, которая шла еще там 20 лет назад, 15 лет назад. Соответственно, там ведь был план разгосударствления и привлечения инвестиций нормального бизнеса в эту ЖКХ-шную сферу, потому что по-другому это в мире нигде не работает. Потому что в России совковая безумная механика функционирования ЖКХ. Вот представьте себе, да, вот у вас наверняка есть автомобиль, да, и, соответственно, представьте себе, вы его сами не ремонтируете, его ремонтирует некий госавторемонт. Вы можете себе представить, сколько воровства при этом, какая при этом нулевая эффективность, и сколько нужно вкладывать государству в ремонт вашего автомобиля. Ну, естественно, на самом деле государство это лукавое понятие, потому что это ваши же деньги, которые собрались с вас в виде налогов. И потом государство как бы дает это на вот этот вот госрем авто, ну, то есть вот РосЖКХ это и есть вот госрем авто, да, на самом деле. То есть я совершенно здесь не утрирую. Но и при этом, естественно, чиновники государственные от мала до велики по дороге все разворовали. Поэтому это безумная сфера, и ее реформировать надо было 20 лет назад. Соответственно, мы сегодня имеем ситуацию, когда это супер запущенная проблема. И так у Путина везде. Было много, когда он приходил к власти вот таких вот нормальных планов по экономической либерализации и по внедрению нормального эффективного капитализма, да, вот прямо так скажем. Ну, соответственно, все эти планы свернули в трубу и, в общем-то, вернули дальше разворовывательный такой не капитализм, а такой, как бы даже сказать-то помягче, ну, такой позднесовковый социализм. То есть там система, которая функционировать вообще априори адекватно не может, потому что она уродливая, то есть потому что там скрестили ежа с ужом вот этих вот позднесовковый социализм и либеральные реформы, да, которые посерединке все остановилось, и понеслась вот эта вот хреномудия, о которой мы с вами сейчас разговариваем. И поэтому это все, как бы, комментировать какими-то научными терминами, у него не очень-то получается. Собственно, почему Путин начал в сети завоевательные войны? Потому что в какой-то момент он начал понимать, что люди начали понимать в России, что происходит какой-то бред, начали выходить на статысячные митинги, да, я на них тоже ходил в свое время. Вот, и, соответственно, Путин, понимая, что он не в состоянии все это удержать, он не знает, как это делать. Те люди, которые устаканились рядом с ним как власть, они не обладают такими компетенциями. И, соответственно, вот он решил, что тогда мы, значит, подсунем опять населению в простую парадигму, кругом враги, вот самый главный враг, посмотрите, вот какие нехорошие украинцы, вон злые сидят с бородой в очках. И вот, значит, сейчас мы на них нападем, и все, дело пойдет. Но оно никуда не пойдет, дело будет только хуже и хуже, и хуже, и хуже и становится в России. То есть там сегодня ситуация аховая, там сегодня в магазине продукты пластиковые продают, там сегодня, ну, совершенно никакого надзора, там сегодня нет нормальной конкуренции между бизнесами, да. Соответственно, вот это все приводит к тому, что это все называется, грубо говоря, такой, ну, в общем-то, началом экономического коллапса. Но пока еще все держится на этой вот бензоколонке, пока нефть продается, пока Запад ее покупает втихаря под видом индийских нефтепродуктов. Но вот до тех пор, пока все более или менее вот так вот стоит, как эквилибрист в цирке. Далее хочу поговорить с вами о данных соцопросов. Вот ко второй годовщине объявления мобилизации в России рекордное число россиян выступает за компромисс и окончание неспровоцированной войны России против Украины. Об этом, по крайней мере, свидетельствуют результаты опросов двух проектов «Хроники» и «Экстримскан». Число сторонников перемирия с Украиной среди россиян, ну, максимум достигло 49%. Опрошенных высказали готовность поддержать мирное соглашение, даже если цели, так называемые спецоперации, останутся невыполненными. Как вы можете прокомментировать эти цифры? Можно ли им доверять? Этим цифрам доверять нельзя. Эти цифры надо умножить где-то на 1,7. Ну, вот не на 2, наверное, то есть все-таки не 100% россиян против войны, но я думаю, что цифра, конечно, сильно выше, чем половина россиян. Потому что, еще раз, я уже многое объяснял, здесь чисто технологически давайте даже рассмотрим, да, то есть как проводятся такие опросы. Обе эти организации, которые указаны как опросчики, они на своих сайтах публикуют методику, механику опроса, они звонят людям. То есть представьте себе россиянину, который затюканный, который всего боится, который знает, что за слово «миру мир» в России сажают на 7 лет. Значит, соответственно, ему звонят люди и говорят «ты за мир» или «за 7 лет своей посадки в тюрьму». Естественно, они боятся в большинстве своем и говорят, что я за, в общем, что-нибудь другое, не за мир. Ну и, соответственно, вот то, что сегодня уже половина россиян в вопросах говорят, понимая, что за это могут посадить, что они за мир, это говорит о том, что ситуация, еще раз говорю, уже на грани. Ситуация уже близка к тому, чтобы эти люди начали возмущаться активно, несмотря на тот, ну, понятно, что террор, по сути, который сегодня в России существует. Россия террористическое государство не только в отношении Украины, оно террористическое и в отношении собственных граждан. И, соответственно, вот, в общем-то, классическая ситуация революционная, когда, значит, уже не страшно. И эти, кстати, голоса мы много раз слышали во время вот последних акций, которыми, значит, управляла российская оппозиция, когда еще они окончательно не свалились вот в это идиотское выяснение отношений, кто из них хуже, а когда делали хоть какие-то совместные акции, и когда вот много, сотен тысяч людей выходили на улицу, да, и очень показательно были очень многочисленные одинаковые ответы, что мы устали бояться, мы уже боимся бояться, уже надоело все до чертиков. Ну и поэтому, собственно говоря, вот этот момент всегда в любой стране наступает. Во многих странах, где прошли вот эти вот революции сетевые, да, их кто-то оранжевыми называет, да, но я их называю сетевыми, поскольку, как кандидат наук, занимаюсь вот этой вот проблематикой сетевой, да, цивилизационной, соответственно, это, конечно, были революции сетей, потому что вот люди начинают друг с другом обмениваться и приходят к выводу, что все, терпеть больше невозможно. И, соответственно, вот еще раз подчеркиваю, ни в одной стране, где прошли вот эти сетевые революции, не было такого, знаете, ситуации такой благоприятствования к протестующим. Там везде за это крутили в бараний рог, точно так же, как Путин сегодня. Ну и поэтому, соответственно, вот мы прогнозируем, что население России так же устанет бояться, но я все же думаю, что раньше, чем это население выйдет на улицы и свергнет Путина, все-таки до решения, что Путин уже никому не нужен, созреет все-таки путинская же элита, поскольку сегодня те конфликты, которые там сегодня идут, они уже достигли просто апогея, и там уже стороны понимают, что война это, ну, уничтожение, либо одна сторона, либо другая, должна полностью погибнуть, уйти в небытие, отдать все свои экономические ресурсы противоположной, противоборствующей стороне, и, соответственно, конечно, для них это смерти подобно, я имею в виду лишение экономических ресурсов, и поэтому в какой-то момент они созреют до решения, которое в их случае легко исполнимо, поскольку Путин очень зависел от того, кто его окружает, и, соответственно, я думаю, что будет с Путиным какая-то такая ситуация экстренная, в результате которой он перестанет существовать как человек. Экстренная ситуация, да, интересное название этому процессу, ну, положим. Еще по поводу решения диктатора, Путин подписал на этой неделе указ о призыве, да, 133 тысячи хотят набрать, но помимо этого, вот, осужденных также хотят отправлять на фронт, до этого вербовали только последственных, только уже осужденных, но вот Госдума России во втором и третьем чтении быстро приняла законопроект, который позволяет отправлять подсудимых на войну, да, для чего эти решения, для чего такая большая цифра призыва в короткие строки, неужели есть проблемы с количеством солдат снова? Ну, вы знаете, я удивляюсь тем россиянам, которые не понимают, что дважды два – это четыре, да, то есть когда в очередной раз им говорят, что не-не, предвозывников мы не будем на войну отправлять, мы их просто вот там отправим охранять границу там где-нибудь на Камчатке, да, там вдруг там алиуты из Америки приплывут и атакуют. Но ежу же понятно, что действительно выбывает сегодня Россия, сегодня вот эти выдающие свои победы, да, в кавычках, она же, в общем-то, достигает их, вот это небольшое продвижение по выжженной земле в Украине, и там, где, в общем-то, был Киев за три дня, там, получается, за три года какая-нибудь небольшая деревня, да, ну и, соответственно, вот эта деревня достается огромным количеством трупов и огромным количеством раненых, да, то есть инвалидов. Соответственно, выбывание не компенсируется новыми добровольными подписантами, ну и добровольными часто это тоже было в кавычках, ну и, соответственно, уже какие-то коврижки не работают, соответственно, они понимают, что давайте побольше доберем призывников, ну и, конечно, будут дырки с дакатими, безусловно. То есть ни малейших сомнений в том, что призывники в России продолжат гибнуть и попадать в плен, у меня нет. Соответственно, значит, к этим призывникам, которые сейчас нас смотрят, и уже у них есть повестка в кармане, они понимают, что у них, значит, выбор, как в той песне, либо армейка, либо присесть лет на семь. Значит, соответственно, лучше, конечно, выбрать присесть. Но уж, а если их там уже погрузили в автобус, и они сейчас нас с вами смотрят с телефона, тогда, значит, надо воспользоваться одним из украинских проектов по цивилизованной сдаче в плен. Потому что на этой войне ничего, кроме возможности приехать домой в целлофановом пакетике, и еще и через пару лет, получив все оплевывания собственной могилы, потому что все будут говорить в России через пару лет о том, ах, какая же была ужасная война, и какую же ошибку допустили власти, а мы, конечно же, ни при чем. Ну, соответственно, вот им надо это понимать сейчас, если они хотят остаться в живых. В России взялись за мигрантов особенно плотно. Госдума с 1 октября приступила к рассмотрению пяти законопроектов, которые ужесточают миграционную политику. А что могут еще запретить? Неужели и так мало гонений, запретов в отношении мигрантов? Вы знаете, с мигрантами это абсолютно дурная история, потому что это такая стрельба себе в ногу прямо из крупнокалиберного какого-то пулемета. Потому что сегодня на мигрантах в России держится несколько сразу сфер. В том числе, кстати, вы привыше упомянутое ЖКХ. Там сегодня если мигрантов убрать, тогда все это развалится окончательно и прямо сейчас, а не через несколько месяцев или через пару лет, как это еще может пока простоять. Значит, соответственно, это делается в угоду вот маргинальным толпам, потому что образ врага, как у Украины, уже не работает. Как мы с вами начали передачу соцопроса, да, мы знаем с вами о том, что на самом деле подавляющее большинство, не половина россиян уже против. Ну и, соответственно, им нужен какой-то другой образ врага. Им нарисовали его, когда был теракт в Крокус-Сити, когда они объявили, что это некие таджики. Значит, и, соответственно, вот сейчас мы всех к ногтю, вот по стране еще много ходят таджиков, и сейчас мы всех будем ловить и не пущать. Ну и, соответственно, вот экономический смысл этого нулевой. Я думаю, что политический тоже, на самом деле, будет достаточно небольшим, поскольку, вы знаете, вот эти расистские, фашистские настроения в любом обществе, они, конечно, могут быть разожжены, но они конечны всегда. Они всегда действуют определенный срок. И особенно тогда, когда война куда-то утыкается в какой-то тупик, и когда очень много смертей становится, то люди перестают быть расистами, перестают быть фашистами и перестают говорить какие-то вещи о том, что наша нация самая классная, все остальные очень плохие. Ну и, соответственно, в таком случае перестают работать какие-то такие простые рецепты а-ля «Сейчас переловим всех черноголовых, вот типа меня, значит, и отправим их куда-нибудь, замажай, обратно домой или в тюрьму, если это жители собственной страны». Там, кстати, вот уникальная ситуация, там очень многие мигранты, в понимании россиян, это те, кто мигрировали вообще с любых нерусских территорий. То есть я в Москве был мигрантом. Меня ловила полиция, проверяла мой паспорт, и даже была специальная виза для черноволосых в Москву, называлась регистрация. Она до сих пор существует, по-моему. И, соответственно, вот Россия в этом смысле такое уникальное в кавычках государство, но вот эти лекала, по которым, значит, краили вот эту послушность россиян и направляли их гнев куда-то в нужные для власти стороны, они, конечно, действовать уже перестают прямо на наших глазах. Еще раз об этом свидетельствуют данные вопросы, которые вы же и приводите. В России хотят запретить распространение любой информации, способной повлиять на желание россиян иметь детей. Об этом заявила спикер Госдумы Володина. А что имеется в виду? Какая информация? Реклама презерватива будет под запретом. Что именно? Вы знаете, сегодня вся госмашина России настроена на то, чтобы потакать капризом пожилого клоуна. Потому что понятно, что, да, рождаемость у них сегодня на нуле. У них сегодня все потенциальные роженицы понимают, что, в общем-то, в таких условиях, когда идет война, когда нищета на дворе надвигается, когда коллапсы вот эти все коммунальные надвигаются, рожать детей, это последнее, чего они в этой жизни хотят. Ну и, соответственно, все те, кто исполняют каприз пожилого клоуна, я понимаю, вы понимаете, да, о ком я говорю? Они ведь тоже понимают, что сейчас быстренько повысить рождаемость, и у нас будет много солдат, чтобы победить кровавую НАТО. Наверное, это же идиотизм как бы настолько первостатейный, что это, понятно, даже Володину, который все это озвучивает. Но они это делают не потому, что вырастут дети и дадут отпор НАТО. Они это делают просто потому, что где-то когда-то на них наорал Путин, что вот у вас рождаемость упала, срочно займитесь. Я видел в России таких пожилых людей, которые состарились в политике. Даже не будучи президентом, они были абсолютными шизофрениками. То есть они несут вот эту ахинею про то, что запретите презервативы возле прилавков. У меня видел ребенок, рассказал мне, это кошмар, перестали рожать детей, нет солдат. И они все понимают, что это идиотизм. Тем не менее, это исполняют просто для того, чтобы посидеть чуть-чуть дольше в своих креслах, поворовать еще побольше, чтобы когда все это навернется, чтобы можно было смыться в какую-нибудь теплую гавань. Ну а наша с вами задача всех задокументировать, запротоколировать, чтобы из всех этих теплых гаваней, когда все это закончится, мы с вами их достали и отправили туда, где им самое место. А именно в ШИЗО сначала, ну а потом, наверное, как суд решит, уж я думаю, что в места отбытия и наказания. Ну а о детях очень заботятся, потому что уже не только о новорожденных и еще не зачавшихся, как мы видим, в виде как беспокоятся, школьников. Школьников тоже хотят запрограммировать, как пишут в интернете учащихся российских школ, будут убеждать выбирать профессии, которые позволят им работать не только для себя и своей семьи, но и для Родины. Это так сказала Екатерина Алтабаева, замглавы Комитета Совета Федерации по образованию. Как сформировать такую гражданскую позицию школьников? Что будут делать? И что это могут быть за профессии? Ну понятно, кроме того, что пойти на фронт. Ну вот это вот, знаете, беда та, которая не дает мне покоя постоянно, поскольку, знаете, детям, к сожалению, мозги испоганить очень легко. Я сам был советским ребенком. Я вот совсем недавно только перестал думать, что Ленин Бабай был самый прекрасный в мире человек на Земле. Поэтому просто ребенок, он не резистентен к такой вот обработке. Если я чуть выше говорил о том, что большинство россиян все же понимают, что происходит, а в элитах, наверное, понимают 95%, ну просто за бабки исполняют свои дальше номера. Но вот, к сожалению, дети, и у меня есть прям такие примеры, у меня там близкие люди, да, с абсолютно либеральными взглядами, да, показывали и рассказывали, показывали видео, что говорит их собственный ребенок о войне, об Украине, о Путине. И это, конечно, просто вызывало реакцию истеричную, что у меня, что у собеседника, который мне это показывал. Но, знаете, что потом важно? Когда, вот еще, знаете, возразить-то особо тяжело человек в России не может, потому что если он расскажет ему, что Путин кровавый палач, украинцы ни в чем не виноваты, тогда, соответственно, к человеку придет КГБ. Собственно, как бы и таких случаев тоже много. Но когда человек оказывается в безопасности, когда человек переезжает и ребенку уже объясняет, я сам это делал с большим удовольствием, вот в соседнем помещении с этой студией, где сейчас мы с вами разговариваем. И ребенка переубедить можно, если не слишком долго ему запоганивали мозги. Соответственно, наша задача сделать так, чтобы им запоганивали мозги как можно более короткий срок. То есть сегодня, чем быстрее мы закончим все вот это вот, потому что понятно, что коллапс Путина неизбежен, но вот тем все-таки будет больше шансов спасти этих детей от превращения в действительно орков, о которых часто мы с вами говорим в наших беседах. Но не жалеют ни сил, ни денег на то, чтобы детей переучивать, чему-то, что-то навязывать точнее, потому что с начала полномасштабной войны расходы на пропаганду в школах, детских садах в 20 раз увеличили. То есть это понятно, что и перепечатывание учебников, переписывание и многое-многое другое. Но в то же время отбирают деньги у учителей. Вот в Екатеринбурге они пожаловались, что принудительно вычли часть зарплаты в помощь жителям Курской области. Уральский портал Е1 об этом написал. Но вот такие добровольно-принудительные сборы частое явление теперь в России? Учителя не могут сказать? Ну, ребят. Да, да, в России это очень частое явление. В России вообще, вы знаете, в России еще, я вот когда работал над кандидатской и собирал информацию, я просто поэтому могу оперировать все реальными цифрами. В России, Россия была античемпионом по общественному вовлечению все вот эти вот годы новейшей истории, к сожалению. То есть реальный какой-то интерес к такой работе на общественное благо в России, к сожалению, разве так и не удалось. То есть все это всегда делалось из-под палки, либо это делалось какими-то одиночками-энтузиастами, там условный Чулпан Хаматовой какой-нибудь. И, соответственно, там честь и хвала, я сейчас не пренебрежительна о ней. Значит, и, соответственно, вот это все всегда было такой симулякор это был, а не реальная какая-то общественная активность. И сейчас то, что они собирают там на носки там СВОшникам и так далее, это все тоже симулякор, потому что это все тоже из-под палки. Губернатор из офиса своего отправляет на разнарядку мэру, мэр дальше в район, так это называется, да, вот это вот управление образования районного или там городского. Ну и, соответственно, там дальше вот идут вот эти вот псевдо-общественные активности. В этом смысле у украинцев надо учиться всему миру, поскольку сегодня Украина, наверное, чемпион по общественной активности, потому что вот то, как люди встретили вот эту агрессию, то, как люди реагируют, то есть там под 100% людей участвуют в общественных инициативах, это, конечно, удивительный для меня феномен, и я с большим удовольствием его констатирую, и сам с большим удовольствием в этих общественных делах участвую поэтому. Ну, это тема для еще одной кандидатской вам на будущее. Вот такой феномен. На докторской получается. Я, возможно, в Киеве буду защищаться, только не в Москве на этот раз. Всегда рады, всегда рады. Всегда дякую. Ну, напоследок еще такой один вопрос, ну, довольно, я не знаю даже, как это можно прокомментировать. Глава Федерации лыжных гонок России, она предложила сбросить бомбу на Лондон. Вот снова не пустили российских спортсменов на международные соревнования, и она думает, что таким образом нужно бороться с этой изоляцией, изоляцией, которую сами себе и придумали российские все спортсмены, как и другие россияне. Это Елена Вяльбе, да, заявила. Это шаг отчаяния, потому что раньше, в начале полномасштабной войны, все говорили, и футболисты, да, весь спорт, они заявляли, что без международных соревнований прекрасно все будет развиваться. Ну, посмотрите, я все-таки в прошлом президент футбольного клуба, который в Еврокубках играл, я знаю, кто такие профессиональные спортсмены. Это бедные, несчастные люди, лишенные детства, лишенные образования нормального. И среди них, на самом деле, даже если это выдающийся спортсмен, выдающийся какой-нибудь, знаете, ученый, умный, мудрый человек, это большая редкость, потому что, ну вот, в силу объективных причин, значит, образовывались они плохо. Ну и, значит, соответственно, вот госпожа Вяльбе подтвердила эту мою сентенцию, в общем-то, показав абсолютный идиотизм, в общем-то, своей натуры. И, собственно говоря, поэтому что-то такое всерьез обсуждать на эту тему. Вы знаете, спортсмен, вообще, честно говоря, мне даже немножко жалко тех спортсменов, которые вот изначально не были какими-то такими кровавыми палачами, и которые хотели просто заниматься спортом, и вот там, ну, повыше прыгнуть, подальше пробежать. Соответственно, они же, в общем-то, действительно не ориентируются многие в политике. То есть, если многие россияне лукавят и говорят, что я ничего не понимаю, то там, как бы, да, ну, если ты там с 7 лет, например, только металл молод, да, и больше ничего в жизни не делал. С утра до вечера ты вот металл его. То есть, поэтому, то, что их отлучили от международных соревнований, для них это, конечно, трагедия всей жизни. И вот сейчас посмотрим на позитивный момент в этом все больше сказанного. Огромное количество российских спортсменов сегодня уехало. Я, кстати, хорошо знаю Кавказ, например, и систему вот этих вот борцов, да. Там сегодня такое количество людей уехавших. Там сегодня столько европейских сборных в разных возрастах состоят из дагестанцев, чеченцев, из представителей других республик. Потому что ему надо себя проявлять. Это единственное, что он может. Это единственное, что он должен достигнуть в своей жизни. А ему тут говорят, что благодаря каким-то, значит, эфемерным, этим, значит, устремлением вождя безумного старого, он сейчас не сделает то, ради чего он родился. И то, что он единственное может сделать, чтобы себя проявить. Это, конечно, вот этот вот поток, это то, что меня радует. То есть, среди них тоже есть адекватные люди, которые понимают, что не надо химерам верить. В том числе тренируются они и в Украине, знаю таких несколько людей. Ростислав, благодарим, что нашли время к нам присоединиться. Ростислав Мурзагулов, российский политехнолог, экс-председатель общественной палаты Башкортостана, был на связи с Фридомом. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.